МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. В студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Травмы на вытворчестве стан справ в области сегодня разглядели на посаджение облвыконкама. Китайский вектор Гомель наведывает делегация Намкинского университета. Фарбы по лесу. Улическим районе прошел Мастацкий пленэр. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Новые подыходы у белорусской эдукации. Сегодня у Минску отбылся республиканский педсовет за делом президента Беларуси. Обмерковывались самые актуальные пытания развития Галины. У Тымлику новые школьные подручники, повышение зарплат педагогов, правила приема УВНУ. Телеверсию пленэрного посаджения можно будет обачить сегодня на телеканалах Беларусь 1 и Беларусь 24 одразу после панорамы. Початок у 21.30. Протягиваем выпуск. Стан вытворчика травматизму на предприемствах региона проанализованный сегодня на посаджение облвыконкама. И хоть у поравнании с иншими областями у нас ситуация самая сприяльная, спыняться на досягнутых поспехах не стали. Врештая статистика, 5 загинувших больше, как 30 тяжко травмированных, примушает примать додатковые меры. С подробностями Олег Сентюров. Анализ причин вытворчика травматизму свечать. На протягу опошних годов я ныне изменяются. Низкий узровень працовной дисциплины сбоку наймальников и работников. Плюс недостатковая профилактичная работа по боротьбе с пьянством. Уживать алкоголь стали значительно меньше, але полностью такие выпадки ясчэ не выключены. Наибольшие показальные зарегистрованы одним из предприемствов жилёво-коммунальной господарки. Этот случай, значит, произошёл с плотником ЖКХ. Ну и самое отягощающее, что этот случай произошёл в пьяном виде. То есть алкоголь 3,3 промилля. Самая резонансная справа отбылась у компании «Дельта». На приканце мая у перском крае Российской Федерации пикап, який належил к этой организации, суткнулся за автобусом. Три беларусы закинули на место, и ещё два тяжко поранены. Без этой статистики ситуация была бы больше оптомистичной. На посаджение облаканкама особливо подкресливается. На Агумишине активизовалась профилактичная работа, и это проносит становчие выники. В краине потребна твоя беспечная праца. Сегодня за пытание устворения беспечных умов на вытворчестве долучилась социальная реклама. Отповедная информация размещена на плакатах, баннерах и бигбордах. С початку года только семинаров по пытаниях актовы працы на Агумишине проведено каля 400 тысяч. Причём это уже не раннейшее посаджение деля справоздачности, а у первоважной большинстве. Открытые размывы об реальной ситуации на предприемствах и шляхах в управлении Недохопов. О агропромысловом комплексе «Наприхот» провели некакие месячнику без пеки працы. Як выник, колькость несчастных выпадков с тяжкими наступствами скоротилась около линия о два с половой разы. Государственные инспектора труда активно принимали участие в этом. Уровень тяжёлого и смертельного травматизма в отрасли сельского хозяйства, в том числе и коммунальной форме собственности, у нас намного снижен по сравнению с предыдущим годом. Ситуация у охранном сектора выкликает им больше значную увагу, что полевые работы сегодня находятся на постоянном контроле. На посаджение обравоканкама об этом так самой шла размова. Зараз на Агумишине практически завершена уборка сборжевых и начинается нарыхтовка кормов. Нарыхтовать есть, что теперь головное. Зарабить это максимально безопасно для самих работников. Если в целом в прошлом году урожайность была порядка 150-180 сантиметров в гектаре, сегодня мы уже видим 250-260 сантиметров. То есть урожайность в разы выше. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». С трогдённым визитом на Агумишине находится делегация с Китайской народной республики провинции Цзянсу. Это представники Нанкинского университета навуки и технологии. Сегодня китайские гости наведали гомельские державные университеты Мяфранциска Скарыны. Профессоры Нанкинской и Гомельской ВНУ обмерковали этапы открытия университета «Конфуция» на базе ГДУ. Летось подчас официйного визита делегации Гомельской области у провинцию Цзянсу было подписано погоднение обстворений у Гомеля Международного института «Конфуция». Его открытие заплановано на листопад этого года. Сегодня гомельские китайские коллеги вызначили на прамке выкладческой и науковой деятельности нового проекта. Проанализовали и парадок размеркования сродков, которые будут выдаткованы на обсталявание и техничное оснащение кабинетов. Что хоть на базе кабинета китайознавства, китайскую мову у ГДУ выучают больше, чем 100 студентов. Однако жадающих значительно больше. Открытие института «Конфуция» допоможет повеличить, сколько студентов и школьников профильных гимназий. А кроме курсового выкладания мовы, на базе института будет працевать и науково-доследшая лаборатория. У планах и навучание студентов ГДУ у Нанкинском университете. Капот им я не сами смогли выкладать китайскую мову. С развитием института «Конфуция» мы связываем восстановление более тесных связей международных, культурных и образовательных с университетами Китая. Я очень рад, что мы открываем кабинет в Гомельском государственном университете. Этот институт очень укрепит нашу дружбу и наше сотрудничество. Это очень важно для укрепления отношений между двумя университетами. Передать при ГАЖОСТе родного краю праз «Уласное бачення» и «Настрой». Этюды, які створали мастаки на открытым областным пленэры «Фарбы Полеся», «Маляуничая» и «Экспрессивная». На творшем форуме до Ужунёй у 9 дён, что проходил в Лельшинском районе, собралися 13 живописцев. Это педагоги школ мастацтва и выкладчики мастацкага колледжа. Выниками творшей працы подчекавилися корреспонденты телеканала «Мазыр». Маляуничая возера у обрамлённі чароту. Гарлачыки, які хаваюць, едначасова упрыгожываюць частку водной рунядзі. І ўсё гэта на фоні вікавых дрэв. Сонічное святло, якое спрабуе прарвацца сквозь хмары, стварае контраст фарбаў і гульню теняў. Прырода зачаровая і натхняе, дае силы і энергию. Кардинатор областного мастацкага пленэру Алена Зейбек кажа, работа, створена ў таких малявніших умовах, буде нести позитив і подымать настрой. У рамках проекта 13 творців-наставників приїхали ў Лельшівський район, каб захаваць природу родных окраю і обмяняцца в опытом. В процессе работы мы не только пишем этюды, мы общаемся много, даём мастер-классы. Здесь есть представители и более старшего поколения, и молодые художники, есть несколько учащихся академии, и уже люди, которые закончили давно академию. Поэтому проект очень интересный. Урожанец Лельшівського района, а тепер Жихар Хродна, Миколай Бондарчук, отрымал запрошение принять удел у пленэры на малой родине и отмовиться не змог, не глядячи на загруженный график. Каже, передать прихожусь родных краєвиду, хоть и не и знайомые до болю, не просто. По лесу сложная такая природа, потому что я и в Польше работал, и в России работал, на Украине, в Одессе, на родине Репіна, в международный пленэр участвовал, я очень много был. Но здесь очень сложная плоскость, и выбирать надо места интересные. А уголки они как таинственные, где-то спрятанные, и вот нужно искать. Перший областный пленэр летось проходил у Мазырским районе. Не глядячи на параунально невеликую адлеглость помеж Мазыром и Лельшицами, природа розная. У гэты разнастайності і єсть оригінальність і особливый шарм. Вот в частности, сейчас у нас возле Лельшиц этот пленэр проходит просто чудо. В самих Лельшицах ничего вроде такого нет, но рядышком буквально 3-4 кілометра здесь сказочные места. Пленэр завершится выставай работ. А кроме того, усе удельники отдадуть по два этюды с Лельшицкими краявидами у фонд картинной галереи. Виктора Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец, телеканал Мазыр, специально для телерадиокампании Гомель. У Гомеля открылся чемпионат Министерства внутренних справ Республики Беларусь по стральбе стабельной зброи. И он собрал 12 команд з усіх областей країны. У Гомель приехали представники усіх структурных подразделеньев, а так само команды Могилёвского института и Академии Министерства внутренних справ. Последние протяглые урошистые частки открытия чемпионату, его удельники усквали кветки допомника супрацовника милиции, загинувшим при выполнении службовых обовязков. За тем, устралковым тиры управления внутренних справ распочались с поборництвы. На протягу двух дён одна их частка будет проходить минавито тут, другая – на специально обсталяванном полигоне у Рэшицы. У программе стральба с пистолета Макарова и автомата Калашникова. Будут уличываться худкость, трапность и докладность. Организаторы упевнены. Чемпионат Министерства внутренних справ Республики Беларусь по стральбе стабельной зброи обовязково продемонструя серьезную огнявую и физподрыхтовку удельников. Бо сюды приехали лепшие из лепших. Каморцы областных этапов, многие из яких мают звание майстер спорту. Составы сильнейшие, как показывает практика. Результаты достаточно высокие. По результатам чемпионатов МВД дано право представлять сотрудников при условии выполнения определенных нормативов к присвоению звания майстер спорта Республики Беларусь, как в разделе пистолета, так и в разделе автомата Калашника. Турнир является мастерским, престижным и, собственно говоря, все стремятся показать то лучшее, к чему они готовились. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее в эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту познайомить Максим Савин.